Перед началом оперативного совещания глава Щелковского района Алексей Валов вручил благодарности и грамоты руководителям ряда учреждений и сотрудникам администрации за добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие муниципалитета. И поскольку офицеры бывшими не бывает, служу России! Особых слов удостоился именинник, заместитель главы администрации по социальной политике Юрий Родионов. С днем рождения! Большая трудяшка он, коллеги, честно скажу, много на себя берет, достаточно непростые решения принимает, но при этом эти решения, они, конечно, стабилизируют и обстановку в социальной сфере и дают шанс на ее развитие. В ходе совещания обсудили наиболее актуальные вопросы. Алексей Валов рассказал, что активность жителей при сортировке отходов для раздельного сбора привела к тому, что региональный оператор Хартия увеличивает частоту вывоза синих корзин до трех раз в неделю. А в густонаселенных районах количество синих баков будет увеличено. Кроме того, Хартия открыла офис по адресу 1-й советский переулок, 25, куда можно обращаться по всем вопросам, касающимся вывоза мусора и начисления платежей. Приближается весенний паводок. По оценкам специалистов, в зоне особого риска населенные пункты вдоль реки Воря. Снег сойдет быстро, поэтому параллельно стартовала подготовка к пожароопасному сезону. Руководителям территориальных подразделений рекомендовано принять меры по ограничению въезда в лес отдыхающих. Вы знаете, сейчас снег стает, сухая трава, начнутся палы травы. То же самое прошу территории самое особое внимание обратить и через волонтеров, и через ваши добровольные пожарные дружины ситуацию отслеживать. Соответственно, мы тоже поработаем все вместе по опашке лесов, по санитарным вырубкам сухостоя. И, соответственно, проведем пожарную проверку гидрантов и прудов пожарных. Остался месяц. С 15 апреля Московская область переходит на цифровое эфирное телевещание. Качественное телевидение должно дойти до каждого жителя. Подготовительные работы и трудности перехода в городском округе Щелково обсудили на оперативном совещании. Создан штаб по координации действий при переходе на цифру. Для жителей открыта горячая линия, на которую можно обратиться за консультацией по техническим вопросам. Сегодня в городском округе 126 домов, где нет коллективной антенны. Еще в 14 домах она требует замены. До 15 марта у нас поставлена задача провести по квартирный обход тех домов, в которых центральной системы коллективного приема нет. Для выяснения индивидуальных причин, возможно ли принять телевидение у каждого конкретного человека. Алексей Валов потребовал усилить информационную разъяснительную кампанию, чтобы 15 апреля никто не остался без телевидения. Будьте добры сделать так, чтобы все жители, у которых нет приставок для перехода на цифровое вещание, знали о том, где, в каком месте, по какой цене они могут приобрести это. Чтобы у нас руководили территории, знали и распространяли эту информацию там, где нет у них кабельного телевидения и там, где у них нет современного оборудования спутникового. Критики главы района удостоились руководители территориальных подразделений, которые до сих пор не приступили к выполнению программы этого года по ремонту подъездов, а также не начали ямочный ремонт дорожного полотна. Я попросил к следующей четвергой более оптимистично подготовить доклады по поселениям. Коллеги, не стесняйтесь, думайте об этом постоянно. Делайте так, чтобы жители видели вашу работу. На совещании проанализировали обращение на портал Добродел. Отмечается нездоровая тенденция. Добродел осаждают отдельные граждане, которые пытаются брать не качеством, а количеством. Судить об объективности таких жалоб, согласитесь, вряд ли возможно. Тем не менее, реагируют на каждую. У нас поступило в адрес администрации на 1014 обращений грампа. Все они попали в статистику. Как уже выше было сказано, основной массой нам внес Сергей Николаевич Говорух. Это 296 обращений за ним. Чтобы количество обращений на Добродел снижалось, Алексей Валов напомнил коллегам о необходимости введения аккаунтов в социальных сетях. Эти ресурсы нужно использовать не только для информирования о своей работе, но и для отработки жалоб и замечаний жителей. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok